Здравствуйте, я вас в Балакерях Никита. Это закон сохранения импульса. Дарья приведут нас к успеху! Вот у него башня, вот у него... так... У него где-то здесь снаряд, допустим, сидит. Поэтому он покоится, ждёт, когда там дырят китайские танки, был сигнал. Это матичный танк такой. Его суммарный импульс на данный момент ноль. Дальше происходит следующий этап. Он стреляет. И снаряд вылетает, летит. Поэтому так и запишем. МВ. Также танк за счёт этого выстрела прилетает некоторую скорость направления на противоположность направления снаряда. Допустим, обозначим его, соответственно, скорость В и буквы М. Плюс М на В. Это конс сохранения импульса. Оформулируется так. Здесь нет минуса, потому что я написал в векторном виде. Маленькая скорость, большая масса. Вот. Или ВС даже обозначим, чтобы не путаться дальнейшим. Теперь надо сделать проекции. Так, ноль будет у меня равняться М. Снаряда. В снаряда. Со знаком минус, потому что снаряд идет в противоположную сторону оси, которую мы выбрали. А вот танка. Найдите мне путь, который пройдет танк до полной остановки. Если бы там не было воды или обрыва, всё бы он на Нюпал. Знаю, что масса танка 10 тонн. Коэффициент трения поверхность 001. Масса снаряда 5 килограмм. Масса снаряда, да? Скорость снаряда 600 метров в секунду. Вот, собственно, и всё. И помните, что физик – это не набор формул. А это описание происходящее вокруг процессов. Это моделирование некоторой реальности. Когда вы готовитесь к ЕГЭ, пытайтесь принимать эти задачи, как будто бы вы смотрите на реальные процессы происходящей жизни. А я постараюсь помочь. Ты – ЕГЭ Сдаш. Подписывайтесь, ставьте лайк, оставьте сообщения в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте лайк, поставьте лайк. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...